В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. 10-15 градусов тепла и местами до плюс 8. В Черкесске кратковременный дождь, ветер северный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 11-13 градусов тепла. Вспомним через века, через года о тех, кто уже не придет никогда. В преддверии главного праздника мая на мероприятие вспоминали заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, которые внесли свой вклад в Великую Победу. В Центре социального обслуживания населения Черкеска собрались самодеятельные коллективы. Они исполнили песни военных лет, прочитали стихи и отдали дань памяти ветеранам. Подробнее расскажет Олеся Меликаева. Встреча друзей, единомышленников, тех, кто оказывает поддержку ветеранам с ограниченными возможностями здоровья для улучшения их социального положения и качества жизни. Десять лет уже здесь мы занимаемся пожилыми людьми, которые и больные, которые они не могут сами что-то сделать. Ну мы придем, посоветуемся, все. Особенно у нас сейчас дом престарелых, мы ходим туда. Мы им делаем концерты, веселим, все, ну как сказать, даем благо всем нашим старичкам. День Победы вызывает в каждом из нас чувство искреннего уважения и глубокой признательности ко всем мужественным людям, стоящим на страже свободы и независимости Родины. Валентина Гетманова, вспоминая своего отца, участника войны, рассказала о его возвращении с фронта. Мой отец дошел до Берлина, воевал. У него четыре сына, я вот одна пятеро детей. Вернулся, правда, израненный, но долго не прожил. И в память об отце, конечно, я вспоминаю, как он играл на гармошке и пел военные песни. И я забыть это не могу. Для тех, кто прошел и пережил войну, песни очень много значат. Они напоминают о боевых верстах, о победной весне. Они помогали солдатам в трудные минуты. А тем, кто ждал их домой, песни вселяли надежду, чтобы их близкие и родные вернулись живыми и невредимыми. И на старой Смолецкой дороге Восвечали из ванных гостей Народы мира заплатили за победу над фашизмом очень высокую цену. Участники встречи выразили слова поддержки нашим бойцам, участникам СВО и желали только победы. Переживаем за наших бойцов, которые находятся. В общем, молимся за них. Дай Бог, чтобы они вернулись все живыми, чтобы мы победили, что нам нужен мир. Своё творчество продемонстрировали и подрастающее поколение. Они также исполнили патриотические песни. И сколько бы ни прошло десятилетий, люди будут помнить те далёкие события ветеранов, которые завоевали победу и подарили мир. Олеся Меликаева, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите Вести на абазинском языке. Затем также программы абазинской редакции. А в 14.30 Вести Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok